В своем очередном послании народу Казахстана глава государства озвучил ряд инициатив, связанных с повышением эффективности государственного управления и промышленного потенциала, развитием экономики в соответствии с требованиями нового времени, улучшением сельскохозяйственной отрасли, транспортно-логистического комплекса, малого и среднего бизнеса, финансового сектора и социального положения населения. Молодежь в семье поддерживает инициативы, озвученные в послании. Касымжимар Тукаев поручил сократить чиновников на 25%, а система государственной службы будет пересмотрена. Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что газаппарат можно и нужно сокращать. Было сказано, что за счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников. Президент отметил, мы остро нуждаемся в новых кадрах, профессиональных, со свежими взглядами и инициативами. Это говорит о большой вере в молодежь. Мне очень понравилось предложение о том, что на государственную службу нужно привлекать молодые кадры. Это еще раз говорит о том, что будущее в руках сегодняшней молодежи. Молодежь может внести весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. По мнению главы государства, невозможно успешно реализовать ни один аспект социально-экономического развития без обеспечения верховенства закона и безопасности граждан. Впереди большая работа по разработке новых стандартов обслуживания граждан государством. В этом плане предстоит большая реформа правоохранительных органов и судебной системы. Все реформы, что просит наше население, семимильными шагами уже идут к реализации. Это реформа правоохранительной и судебной системы и также минимизация бюрократии, что тоже очень важно. Что еще особенно меня радует, будет разрабатываться законопроект по защите животных. Это особенно важно в свете последних событий и социальных сетей, то, что мы видим, какое отношение у многих к братьям нашим меньшим. Также будет разрабатываться, то есть также будет в школах вводиться основы экологического образования для детей. Таким образом, президент представил план предстоящих мероприятий. Его успешная реализация зависит от каждого из нас, потому что каждый человек должен приложить усилия для своего личного развития. Современные испытания требуют от нас непрерывного движения, усилия и упорного труда. Поэтому счастливое и светлое будущее нашей страны будет зависеть от деятельности каждого гражданина, сказал глава государства.